Всем привет, на связи Мабу и вот в сегодняшнем еженедельном субботнем подкасте мы поговорим с вами о том, какие же приложения на самом деле нужны малому бизнесу, как вам понять, как разработчику, какие приложения нужно разрабатывать и предлагать бизнесу для того, чтобы достичь большого успеха в разработке и никогда не думать о том, где же взять вам заказ, чтобы у вас был даже, скажем так, функционирующий ваш бизнес, который будет основан именно на продукте, который вы единожды разработаете и будет пользоваться популярностью у различных клиентов и такой продукт вы сможете продать многократно. Итак, как я сказал ранее, с вами Мабу, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать андроид разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии андроид разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца, такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс вы можете проконсультироваться со мной, все ссылки есть в описании к этому видео. Во-первых, вам нужно подходить к разработке мобильного приложения со стороны заказчика, понимать, кто ваш потенциальный клиент, например, разработка приложений для салонов красоты. Вам нужно понимать, что вы хотите предложить своим будущим клиентам, какой сервис вы хотите им предложить и как этот сервис поможет развивать бизнес. Вы должны понимать, я сталкиваюсь очень часто с таким мышлением, особенно у новичков, в том, что все разработчики пытаются сделать из приложения второй сайт. Вы поймите, приложение, которое несет просто информационный характер, оно никому не нужно. Зачем заказчику, то есть потенциально бизнесу второй сайт? Причем сайт не просто сайт, на который вы можете зайти по ссылке, который еще нужно скачивать и устанавливать в плей маркете, но он просто никому не нужен. Это приложение, которое вы разрабатываете для конкретного бизнеса, оно должно быть дополнением к сайту. То есть вы должны понимать, что сайты вообще сейчас очень хорошо выглядят на смартфонах. И сайт, сайт, единственное предназначение, это нести информацию, привлекать новых клиентов. Сервис, в качестве которого выступает наше мобильное приложение, он должен улучшать качество обслуживания уже имеющихся клиентов и привлекать новых клиентов по рекомендациям. То есть когда ваши клиенты уже, вернее не ваши клиенты, а когда клиенты бизнеса, которые уже пользуются мобильным приложением, будут рекомендовать бизнес, основываясь на том, что очень крутое мобильное приложение, которое предлагает очень-очень-очень крутой сервис. Поэтому очень важно понять, какой сервис вы будете предлагать для бизнеса. То есть не нужно делать из мобильного приложения второй сайт, это громадная ошибка. Второй сайт не нужен, нужен конкретный сервис. Например, если мы берем салон красоты, то мы можем предоставлять сервис быстрой записи через какой-то чат, встроенное в мобильное приложение. Мы можем делать так, чтобы пользователь, зарегистрировавший уже в аккаунте данной компании, в мобильном приложении мог выбрать своего специалиста, мастера. Мог посмотреть, когда у него занято, когда не занято. Допустим, может даже посмотреть, когда горячие часы, когда не горячие часы для записи. То есть, когда можно, может быть, даже по времени различается стоимость оказания услуг. И можно выбрать себе, когда дешевле, когда более что-то качественно. Можно посмотреть отзывы, можно еще что-то посмотреть. То есть, это можно оптимизировать именно работу клиента с бизнесом. То есть, можно именно предоставлять удобный формат записи. И это не только это, там очень много возможностей. Плюс мобильное приложение может взаимодействовать с клиентами бизнеса именно в психологическом плане. То есть, предоставлять личные какие-то предложения, именно персонализированные предложения от бизнеса. То есть, какой-то удобной записи со скидкой, какой-то комплекс услуг или что-то такое. Прямо индивидуально, чтобы, скажем так, пользователь данного предложения вовлекался в это и переходил на оказание услуг. То есть, это такой уже более психологический инструмент. Это то, какой инструмент создать именно для бизнеса, подскажет вам сам хозяин бизнеса, когда вы ему озвучите самополагающие фундаментальные возможности приложения. То есть, вам собственник бизнеса сам расскажет, на что клюют его клиенты. Что важно его клиентам. И уже вы можете это все внедрить в это мобильное приложение. Кроме того, в мобильном приложении можно сделать отдельное, скажем так, мини-мобильное приложение. Для хозяина, для директора компании, в данном случае мы рассматриваем салон красоты, для хозяина салона красоты, который может получать информацию о том, сколько клиентов приводит ему каждый мастер, сколько он обслуживает, какие услуги больше пользуются популярностью, какие услуги приносят больше доход в его бизнес. И все вот эти инструменты. То есть, подведя небольшой итог, можно сказать о том, что с помощью мобильного приложения вы можете как улучшить сервис взаимоотношения с клиентами, улучшить, скажем так, более сильно подогревать клиентов к бизнесу вашего, к бизнесу, под который вы разрабатываете мобильное приложение. То есть, вовлекать клиентов бизнеса именно в такую некоторую игру, с которой они могли взаимодействовать. И вовлекая в эту игру, в различные розыгрыши, можно это все в формате игры делать. Ну, там различные форматы, в общем-то, тут уже нужно подходить со стороны конкретно каждому бизнесу, смотреть, как это можно все реализовать. Но факт в том, что вот используя такие психологические фишки, инструменты, вовлекая в свой бизнес, в бизнес вашего потенциального, то есть, в свой бизнес, в данном случае мы рассматриваем именно салоны красоты, можно делать так, чтобы клиент этого бизнеса привязывался к приложению, и в случае смены смартфона, он в первую очередь переустанавливал это мобильное приложение. То есть, тут очень важную роль играет именно формат игры и разработка именно подхода, с помощью которого вы будете, точнее, бизнес будет взаимодействовать именно с потенциальными клиентами. Ну, плюс мы можем делать очень прикольные маркетинговые инструменты о результатах деятельности компании, которая очень выгодна либо менеджерам компании, либо в большей степени директорам компании. Кроме того, приложения, которые вы разрабатываете, они должны быть очень удобными и понятными пользователю, чтобы пользователь мог взглянуть и без особой сильной инструкции понять, как пользоваться мобильным приложением. Кроме того, мобильное приложение должно быть удобное, с приятным дизайном, чтобы цвета не резали глаз, а кнопки находились в удобных местах. Это очень важно. И, как я говорил ранее, раз мы предоставляем какой-то особенный сервис, то, конечно, мобильное приложение должно постоянно обновляться и наполняться контентом, и управляться качественно. Естественно это будете делать не вы, потому что мы рассматриваем сейчас разработку мобильного приложения как ваш бизнес, то есть когда вы создаете один продукт, а пользователи, а ваши клиенты уже, то есть конкретный бизнес, различные бизнесы могут модернизировать это мобильное приложение под себя, это делается через специальные админ панели, как это устроено? Вы разрабатываете мобильное приложение, в мобильное приложение поступают данные из базы данных на сервере, а в эту базу данных на сервере поступают данные из админ панели, в этой админ панели либо менеджер, либо директор какой-то компании авторизируется по своему личному логину и заводит информацию именно для своего бизнеса, то есть по факту как это происходит? Берем мы тоже мобильное приложение для салонов красоты, предприниматель у вас приобретает это мобильное приложение, он заходит под своим логином, у него допустим какой-то ключ ему дается и создается специальная база данных под него и он заходит и прям прописывает название компании, какие вкладки должны быть на главном экране, он прописывает какие вкладки должны быть, какой там контент должен быть, прописывает услуги, категории услуг, заводит своих специалистов, авазового get расценки это все поглощается в базу данных а уже из базы данных по специальным шаблонам поступает мобильное приложение simulations мобильный приложение не просто создать но и не слишком сложно создать можете создать такое приложение мобильное приложение можно в там течение года создать да то есть суть в чем что вы создаете один прядах стоящий из мобильного приложения и админ панели вы продаете данный продукт за пользование за подписку какая-то компания бы допустим оплачивает вам шестимесячную подписку вы предоставляете доступ мобильное приложение само мобильное приложение даете в качестве установочного файла это установочный файл заносится в play market на аккаунт бизнеса которые приобретают у вас мобильное приложение у вас далее далее директор этой компании который приобрел у вас подписку заходит специальную админ панель и вводит и заводит информацию о своей компании то есть он наполняет мобильное приложение контентом не вы делаете не какой-то разработчик делает а это делает представитель компании который купил подписку через специальную удобную админ панель не копавшись в коде просто прогуливаясь по вкладкам в этой админ панели человек заходит и заполнять в необходимую информацию после чего эта информация сразу же выгружается его мобильное приложение и это очень удобно то есть клиенту вашему не нужно каждый раз обращаться к вам за какой-то помощью нет он может делать это все сам и очень удобно и таком стиле да это админ панель требует от вас как от разработчика дополнительных знаний тут уже нужны знания html css java script и и бэкэнд языков либо пичпи либо python зависимости того какой технологии вы выберете для разработки такой админ панели но опять же этого прямо бизнес решение которое будет пользоваться популярностью вы допустим можете сделать такую подписку допустим по стоимости грубо говоря полторы тысячи рублей в месяц и продать ее на весь мир тысячу раз ну вот получше посмотрите какая вас прибыль будет сами решайте как она стоит того ли не стоит я считаю что стоит в общем вам нужно подумать и насчет админ панели это очень важно но опять же вау самое главное чтобы ваше мобильное приложение решала какую-то проблему бизнеса именно проблему бизнеса то есть опять же если мы говорим про салон красоты то он дает уникальный функционал и подогревает уже действующих клиентов для и вовлекает бизнес вашего клиента и позволяет через горячие контакты привлекать новых клиентов это очень важно но перед тем как предложить бизнесу этот продукт вам нужно еще конечно прокачать на навыки маркетинга вам нужно встать на место заказчика и понять а нужно ли вам вообще такое мобильное приложение и если нужно понять для чего его нужно и рассказать вашим потенциальным клиентам с их не стороны на понятном им языке для чего им нужно такое мобильное приложение и быть настолько убедительным чтобы они загорелись и захотели приобрести у вас подписку потому что все покупки они создаются они совершаются на эмоциях и поэтому вас вам нужно будет эмоционально подогреть ваших будущих клиентов на приобретение подписки и чем выше чем лучше вы это подогреете тем больше у вас будет клиентов в общем такие мы на самом деле мобильные приложения нужны сейчас для малого в основном бизнеса ну малого и среднего бизнеса Давайте подведем итог, какие же мобильные приложения нужно создавать. Во-первых, с панелью администратора, во-вторых, нужны мобильные приложения, не те, которые дублируют сайты и приносят, преподносят какую-то информацию, которые являются дополнением к сайту и несут какой-то сервис, которые решают какую-то проблему бизнеса. То есть нужны приложения-сервисы, а не сайты в смартфоне. И очень важно делать по подписке, потому что такие приложения, они не стоят дорого и они удобны для бизнеса к покупке, то есть они не бьют по карману бизнеса. Да, мы должны делать готовые решения, которые вы сможете продавать несколько тысяч раз. Приложения должны быть удобные и понятные пользователю, и вы должны прокачивать себе навыки маркетинга для того, чтобы подогреть своих будущих клиентов, загореть их эмоционально до такой степени, чтобы они захотели купить у вас подписку. Ну в общем, как-то так устроен сегодняшний рынок малого бизнеса во взаимоотношениях через мобильные приложения. Я надеюсь, было полезно, ставьте лайк, если видео понравилось. Ну, а мы встретимся с вами на следующей неделе. С вами был проект Mabu. Mabu это проект по разработке мобильных приложений. Всем пока!